Миф о творчестве Ну что, начнем? Курс дипломатии начался с болезненного урока. Капитан Гутузов был молод, весел и храп. На русско-турецкой войне под Ларгой и Когулом Михаил Илларионович по-настоящему понюхал пороха и славы и заставил о себе говорить. Он первым бросался в атаку, последним прекращал преследование. Сам командующий первой армией великий фельдмаршал Румянцев произвел его в обер-квартмейстера премьер-майорского ранга. Но как-то на офицерской вечеринке Михаил Илларионович ловко передразнил походку, голос, манеру шефа. Все свои посмеялись, разошлись. Кто-то нашелся из тех, кто доложил Румянцеву об этом инциденте. Видимо, последний не обладал остроумием и изгнал Кутузову из своей первой армии во вторую под командованием князя Долгорукого. Вот, возможно, с этого момента и родился Кутузов дипломат. В 1772 году ему было всего-то 25 лет, но с этого момента он резко переменился. Во-первых, навсегда прикусил свой острый язычок и больше никогда ни с кем не откровенничал. А свой природный артистизм перевел в придворные, притворные и приторные формы. Ну что же, как говорится, на войне, как на войне, а при дворе, как при дворе. Со второй армии Кутузов отправился в Крым. И там случилось с ним это первое чудо. В июле 1774 года десант Гаджи Алибея высадился в Алушти. И поднялись крымские татары, желая вернуться под турецкий протекторат. Крови было. Гудки видят дело скверно, с нами и мне сладите верно, стали отступать. 28 июля генерал-аншеф Василий Долгоруков пишет в реляции Екатерине Второй. Московского легиона подполковник Голенищев-Кутузов, приведший гренадерский свой батальон из новых молодых людей, состоящий до такого совершенства, что в деле с неприятелем превосходил вон их старых солдат. Сей штаб-офицер получил рану-пуль, которая, ударивши между глаз и виска, вышла напролет в том же месте на другой стороне лица. Ранение по тем временам смертельное. Слогом Державина «Смерть сквозь голову его промчалась». Но главный хирург русской армии Жан Массо не только спас жизнь полковника, а даже отчасти сохранил его зрение. Случай исключительный настолько, что уже в наши дни его изучал американский нейрохирург Марк Прелл. Он предположил, что шальная пуля повредила лобную долю мозга. Чем объясняются нестандартные способы мышления и вся дальнейшая полководческая слава Кутузова. Императрица отослала его для излечения ран к теплым водам без вычета жалований буквально с 1 января 1776 года. Он был в Голландию и там, между прочим, сходил на лекцию знаменитого на то время анатома, который считал буквально сказкой шумиху вокруг этого русского Кутузова. С такой раной не то что зрение невозможно сохранить, но и в живых-то остаться чрезвычайно трудно, практически невозможно. Однако после лекции Кутузов встал перед всей аудиторией. Господин профессор, вот я здесь, более того, вижу вас. По поводу этой первой пули можно еще подумать. Надо же, остался жив, какой счастливчик. Екатерина с 1762 года приметила капитана Астраханского полка. Аберг хорош собой, воспитан, расторопен, обходитель, инопразован, родовит и, конечно, храбрец. В Польше легко сражался с конфедератами, штурмовал бендеры в числе офицеров, добровольцев и получил премьер-майора. При попештах напрашивался на все самые главные случаи и был произведен в подполковнике. А теперь, после Алушты, царица как будто сказала, надо бы наберечь Кутузова, он будет у меня великим генералом. И с тех пор называла его не иначе, как мой генерал Кутузов. К 1783 году удалось погасить восстание крымских татар. Но еще много предстояло потрудиться, чтобы яский мирный договор с Турцией 1791 года окончательно узаконил присоединение Крыма к России. 1787 год. Исторический вояж. Екатерина II в Крыму. Попутно развеем расхожий штамп о потемкинских деревнях. Этот злой анекдот на совести секретаря посольства Саксонии в Петербурге Георга фон Гельбига. Сам он в Крым с Екатериной не ездил, но анонимно пропечатал в гамбургском журнале слухи о бутафорских фасадах, за которыми будто бы пустая крымская степь, ничего более. И одно на весь Крым стадо гонят на перегонки с царским шествием. И пошли гулять в потемкинские деревни. Сначала в французскую, потом в английскую злую прессу. Намертво приросли к имиджу России. Корова по тем временам стоила 8 рублей. А на путешествии, как говорят многие историки, из казны было выделено 15 миллионов. Плюс около 4 миллионов личных сбережений и потемкинских. Широк, широк русский человек. Демонстративный. Да еще декоративность эпохи барокко. Маскарады, кринолины, фавориты, прожекты, оды и поступь Великой Российской империи. В путешествии божественные из Санкт-Петербурга в Крым отправились почти 200 человек вместе с многочисленной обслугой. Царица ехала в карете на дюжину персон, запряженной 40 лошадьми. Этакий дом на колесах. Но если бы весь кортеж поставить на попа, вышел бы небоскоп. 14 карет, 10,5 дюжин саней с кибитками. На каждой станции царский поезд ожидало до 600 свежих лошадей. Все под барабанный бой и пушечную стрельбу. Все в духе той эпохи. Все чрезвычайно масштабно, феерично. Вот вечер по тканям. По уступам была прорыта огромная канава, наполненная горючим веществом. Его зажгли, и оно оказалось славою текущей с огнедышечей горы. Исходство было тем поразительней, что на вершине горы раздался взрыв более 100 тысяч ракет одновременно, который озарил воздух и удвоил свет, отразившийся в водах Днепра. «Для нас не было ночи», – так описал лишь один из нескольких фейерверков тогдашний французский посол Десюгюр. «По всему движению кортежа стояли бочки с горящей смолой. Дороги осветились. Белые ночи в южном краю для северной царицы. Потемкинские ночи без потемок. Пардон за каламбур». Это был театр под открытым небом. В Севастополе, в Ингерманской бухте, для императрицы специально выстроили павильон, занавес которого в определенный момент отдернули. И императрица с восторгом увидела бухту Севастополя. Ах! Воплощенная мечта государыни – Черноморский флот. На рейде покачивались три линейных корабля, 12 фрегатов, 20 мелких судов, три бомбардирские лодки и два брондера. На флагманском корабле «Слава Екатерины» был поднят императорский флаг. Из всех пушек корабли открыли огонь. Это ли не оптический обман? Это ли не показуха? Сумасшествия, разгул, маскарада хватало. Созидательная горячка Потемкина в Тавриде привела к быстрому заселению пустующих земель, развитию дорог. Стремительно росли города Херсон, Севастополь, Николаев и, главное, Черноморский флот – верфи, бухты, корабли. Это же было! Было, за что Екатерине Потемкина любить. Будет по кому рыдать. Многочисленные гости. Австрийский император Иосиф Второй, европейские послы – все они убедились в том, в чем и хотели убедить. Россия Екатерины Великой прочно встала у моря на юге, как при Великом Петре она прочно стояла у моря на севере. На обратном пути в постановке самого светлейшего князя был апофеоз, а именно инсценировка Полтавской битвы. Тоже ведь Потемкинская. Это было грандиозное шоу с участием тысяч солдат, статистов, при сорока орудиях полевой артиллерии. Бояхуся и трепетаху. Так-то. А что Кутузов? Он на коне. Он человек Потемкина. Он мог встречаться с Екатериной в Кременчуге и Полтаве. Как он мог упустить момент покрасоваться перед митератрицей? Он показал такой класс верховой езды, что Екатерина сделала ему выгоду. Вы должны беречь себя, запрещая вам ездить на бешеных лошадях. И никогда вам не прощу, если услышу, что вы не исполняете моего приказания. Не послушался Кутузов. 18 августа 1788 года под Очаковым опередил своих солдат и получил пулю. «Вчера опять прострелили голову Кутузову», писал австрийский генерал Принц Делень императору Иосифу. «Думаю, что сегодня или завтра умрет». Но через три с половиной месяца Кутузов, едва оправившись от страшной раны, встал в строй и не пропустил ни одного большого боя. А тот же Принц Делень записал. «Надобно думать, что провидение сохраняет этого человека для чего-нибудь необыкновенного». И тот же подтвердил потрясенный главный хирург Массо. «Судьба назначает Кутузова к чему-нибудь великому, ибо он остался жив после двух ран, смертельных по всем правилам медицинской науки». Самое поразительное – вторая пуля прошила голову Кутузова аккурат тем же маршрутом – справа на вылет через левый висок. Тут уже не счастливчик и не слепой случай. Совсем не слепой. Пусть правый глаз меченого генерала почти не видит, зато открывается иное зрение, что называется на востоке третьим глазом. Невольно приходит на ум его главный противник – Наполеон Бонаварт. Вот он идет в 1796 году с небольшой группой своих гренадеров по мертвому мосту в лоде, под свист картечи 20 австрийских орудий. «Смерть косит всех, только один неуязвим. Он идет, не прячась от пуль. Они пролетают как бы сквозь него. Сверхъестественное зрелище, гипнотическое». Австрийцы в панике бросают орудия и бегут. Главные фигуранты грядущей эпохи – Кутузов и Наполеон. Они еще сойдутся, и провидение берет их под крыло. Екатерина несколько раз справлялась у Потемкина о здоровье своего генерала Кутузова и осыпала наградами. Осенью 1790 года был штурм Измаила. Крепость казалась неприступной. Главнокомандующий Потемкин послал Кутузова в распоряжение к Суворову. «Мои надежды на Бога и на вашу храбрость. Будешь доволен и Кутузовым». Дело было адское. Вот батальоны Кутузова преодолели ров перед крепостным валом. Владели бастионом. Но подоспевшие к туркам резервы сбросили их обратно в ров. Кутузов доложил Суворову, что надо отступать. Суворов ответил Кутузову, поздно отступать. Он уже отсчитался императрицей о победе и о назначении Кутузова измаильским комендантом. Позже Кутузов спросил Суворова, что за авансы, какой комендант, какого черта. «Ничего», – отвечал Суворов. «Кутузов знает Суворов, а Суворов знает Кутузова. Если бы не взяли Измаил, Суворов бы умер под его стенами. И Кутузов тоже». Собственноручно Суворовым писано в наградном списке. «Генерал Кутузов шел у меня на левом крыле, но был правою моей рукою». Эта ночь вошла в историю войн как образец ночного штурма. Быстро, храбро, по-русски. «Суворовское правило боя». Любезный друг мой Екатерина Ильинична, я, слава богу, здоров, и вчера с тебя писал, что я не ранен, и бог знает как. Век не увижу такого дела. Волосы тыбом становятся. «Вчерашний день до вечера был я очень весел в виде себя живого и такой страшный город в наших руках. А вечером приехал домой, как в пустыню. Иван Стасов и Глебов, которые у меня жили, убиты. Кого в лагере не спрошу, либо умер, либо умирает. Сердце у меня облилось кровью, и я залился слезами. Целый вечер был один. К тому же столько хлопот, что за раненными посмотреть не могу. Надо бы на в порядок привезти город, в котором одних турецких тел больше 15 тысяч. Корпуса собрать не могу. Живых офицеров почти не осталось. Деткам благословение. Верный друг Михаила Кутузов. Потом были две исторические победы. 4 июня 1791 года при Бабадаге генерал Кутузов разбил 22-тысячный турецко-татарский корпус. И примочение. После победы Репнин докладывал Екатерине Второй. Расторопность и сообразительность генерала Кутузова превосходят всякую мою похвалу. Турция запросила мира. 29 декабря 1791 года был заключен Ясский договор. А генерал-поручик, кавалер шести орденов Кутузов, к 1792 году имел репутацию одного из лучших боевых генералов правой руки самого Суворова. Вот что поражало в нем. Соединение безудержной, часто просто безумной храбрости с качествами осторожного, обаятельного, тонкого дипломата, очень гибкого в позвоночнике. Конечно, Екатерина заметила это редкое сочетание, когда после первой пули и излечения за границей он явился к ней с благодарностями. В Крыму такой молодец теперь мог пригодиться не только на поле боя. Стояла задача поддержать лояльного Шахин Гирея против протурецки настроенного его брата Девлет Гирея. Суворов с дипломатией не дружил. Зато Кутузов умел виртуозно рисковать, рушить чужие интриги и строить свои. Суворов был от него в полном восторге. Ах, хитер! Ах, умен! Никто его не обманет! Однако позже Суворов смотрел на свою правую руку не без опаски. Совсем ведь недавно был готов голову сложить на поле брани вместе с Кутузовым, а теперь говорил, «Я Кутузову-то не кланяюсь, он один раз поклонится, а десять раз обманет!» Все, с другой стороны, вопрос интонации. А что если с восхищением? Ну, как так вот? Один-то раз поклонит, а десять раз обманет! Лживый характер Кутузова сформулирует в свое время Александр Первый. Как видите, уже без оттенков. Михаил Илларионович нанял чиновника последнего крымского хана, платил ему, не скупясь, и засел за турецкий язык. Хотел без толмача беседовать с местными, читать арабскую вязь и постигать Восток. Из непроницаемой для европейцев завесы кое-что изредка всплывало. Как, например, случайно вылобленная в Босфоре французскими моряками Адалиска. Как-то и удалось развязать мешок, в котором ее потопили. Этот сумасшедший султан Ибрагим Первый во время кутежа решил обновить весь горе. Упаковал по мешкам не много, не мало три сотни красавиц и в море. Надоели. И не сантиментов стенки разина с его одной единственной персидской княжной. Инь сладких грез любви из «Тысячи и одной ночи» Алена Голлана. Восточный уклад жизни – тайна. Собственно, арабским словом «гарем» и называется все, что тайно и недоступно, куда нет доступа чужому. И кутузов этот гарем начинает осваивать с присущей ему пытливостью. Авось пригодится. Вот все-таки страшный и дикий факт. Но тем не менее, вплоть до 17 века в Османской империи существовал указ, который предписывал новому султану истреблять всех родственников мужского пола. Ну, как без патента на братоубийство осуществлять престол наследия, если в гареме у султана четыре жены, множество наложниц, и каждая мечтает родить султану-наследника шаг за день. Потому что тогда ее статус повышается до валидэханум. Она правит государством, если, конечно, ей удастся с помощью хитроумнейших интриг обойти конкуренток и произвести сына, султану. Ну, а там уж. Так вот, Мехмед Третий по наущению своей матери повелел убить 19 своих бестоланных братьев, а заодно и их семерых беременных наложниц. Причем младший из братьев попросил. Можно я буду последний? Почему? Я каштаны даю. Потом закон смягчился. Несчастных братьев султана перестали убивать, а с восьми лет запирали в специальном отделении гарема. Клетки, кофесси. Они не видели родителей, общались только со слугами и учителями, получали хорошее образование, но... После наступления совершеннолетия их рабы и стражи заменялись на глухонемых. Глухонемые стерилизованные адалиски скрашивали их ночью. Эпоха женского султаната ослабила воинственную османскую империю. К концу 18 века блистательная порта была подточена коррупцией и борьбой группировок. Гарем и иначары. Вот два главных политических рычага. В гареме шла смертельная схватка между матерями, женами и наложницами принцев. Этих несчастных шах-задея, изнеженных, опустошенных и недееспособных. Но некоторым султаншам все же удавалось сохранить сыну разум, волю и даже дать образование. Так произошло и с умным Селимом III, с которым вскоре должен был встретиться Кутозов. Все-таки театр большой истории великолепен. Если смотреть откуда-нибудь с галерки, главное подальше сцены. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова